Всем привет! Меня зовут Эрнест Чуков и это программа СРОВ выходной. Друзья мои, как вы наверное успели догадаться, сегодня у нас необычный праздничный новогодний выпуск программы. И в этом выпуске я хочу вам показать все самое интересное, все самое экстремальное, драйвовое, что у нас было за 2016 год. Год выдался очень интересным, живым и мы много где побывали, много чего увидели и все это мы хотим донести до вас. В общем оставайтесь с нами, внимание на экран. Подъемную силу параплана создает крыло, обтекаемое набегающим потоком воздуха. Вниз и вперед параплан движется под действием силы тяжести. Именно она поддерживает определенную скорость относительно воздуха. Парит параплан, используя восходящие потоки воздуха. Существует два вида восходящих потоков, которые используют парапланиристы. Динамические и термические. Динамические, или как они его называют динамик, образуются только если ветер дует в склон. Склон изменяет горизонтальное направление ветра и заставляет поток воздуха идти вверх. Если вертикальная составляющая ветра в зоне динамика больше скорости и снижения параплана, то пилот может парить в динамике до тех пор, пока не изменится ветер. Такой вид парения очень прост в освоении даже новичками. Зона динамика легко предсказывается по форме склона, направлению и силе ветра. А вот термический восходящий поток обычно образуется в том случае, если есть солнечная активность. Солнце прогревает земную поверхность, земля из-за своей неоднородности прогревается неравномерно. Какие-то участки больше, какие-то меньше. И теплый воздух над более прогретыми участками поднимается вверх. Это наиболее распространенные виды восходящих потоков. Они образуются практически в каждый солнечный день. Сила восходящих потоков обычно пропорциональна солнечной активности. Наиболее сильные потоки бывают летом и поздней весной. Обрабатывая термики, пилот может набирать высоту до облаков и даже выше, тратя накопленную высоту на движение по выбранному маршруту к следующему термику. Так, рекорд по расстоянию полета на открытую дальность – 502 километра. А максимальный набранный уровень высоты от точки старта – 4526 метров. Самый продолжительный полет считается 36 часов. Наш полет длился порядка 15 минут, за которые я вдоволь насладился красивыми пейзажами и чувством полета. В средневековье через это ущелье пролегал шелковый путь в Византию. И позже эта тропа оставалась одной из важнейших коммуникаций в горах. Хотя в некоторые периоды условия на перевале оказывались суровыми. Настолько, что даже современные подготовленные внедорожники застревали в снегу. Первые две машины попало все-таки. Проехали теперь представитель нашего родного автопрома «Нива». Субтитры создавал DimaTorzok Вот ради таких испытаний, собственно, мы сюда и приехали. Это суровое выходное. Оставайтесь с нами. Мировой рекорд скорости на снегоходе в настоящее время принадлежит транспортному средству, известному как GeForce 1. Рекордсмен снегоход, который был выпущен канадской компанией GeForce Division, в 2013 году сумела разогнаться по солончаку до максимальной скорости, внимание, 340 км в час. 340. Уму непостижимо. Потому что, когда наш снегоход со мной в качестве пассажира достиг скорости 100 км, я непроизвольно сжался и кроме рук еще держался за руль зубами. Видимо, увидев это, райдер сжалился надо мной и немного сбавил скорость. Вообще, быструю езду здесь любят многие. Летом большинство пересаживается на спортивные мотоциклы, а кто-то, как Дмитрий Тагиров, вообще выбрал скорость своей профессии. Редактор субтитров А.Семкин Второй час тренирован. Я все никак не могу перейти с переднего на задний кант. Инструктор говорит, что видал учеников и похуже, но мне кажется, он мне льстит, чтобы я совсем не паник. Еще тут мне вспомнилась одна русская пословица. Любишь кататься, люби и сноуборд пускать. Несколько раз мне удалось вроде неплохо проехать. По крайней мере, падал я не так часто. И так как время было уже послеобеденное, а темнеет зимой в горах очень быстро, мне нужно было спешить. Задачу проехать километр, не падая, с меня никто не снимал. Бойч, давай с тобой договоримся, ты меня сильно не кусай, хорошо? Вроде она мне кивнула. Пойду переодеваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажу вам честно, благодаря спецкостюму я почти не видел. Я почти не почувствовал укусов доча. Но вот если бы его на мне не было бы... В общем, не стоит нарушать границу, не стоит злить пограничников и особенно их собак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не так уж и просто. Люди, не нарушайте госграницу. Мой вам совет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот он, родной автомат Калашникова К-47. На время, да, нужно разбирать? На улице же не разберется. Так, начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, разобрать-то разобрали. Самое главное его обратно собрать. Норматив для этой дисциплины порядка 40 секунд. Но мой результат далек от совершенства. Вроде все, посмотрите. Лишних деталей не осталось. Лишних обычно не остается. Контрольный спуск. И предохранение. Я справился с заданием? Да. Автограф, пожалуйста. Все, первое задание выполнено. Поехали за вторым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это суровый выходной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ощущение, если честно, пока не могу опознать. Такое ощущение, что действительно там тысячи иголок впитались в мое тело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, выходя из воды, уже легче. Как ни странно. Сейчас... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 We're going on. 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 We're going on.